Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем играть в Red Dead Redemption 2. Это интернет-канал максимадзе и это уже какая серия хрен знает какая я уже и сам не помню какая-то серия у нас в первом сезоне хочу поскорее оу мистер Монган кажется я опять свалял дурака ну с кем не бывает конечно и вы снова спасли мне жизнь ну может когда-нибудь и вы меня спасете ли мою душу было бы это здорово да кто-то мне тут пишет ладно неважно что у него там в руке блин сигаретка какая-то что ли или что у нас единственный выбор это джон марстон ладно как хотите я не понял почему там говорил нет телефон отвлекшись потом отвечу нас эй артур чего тебе дядюшка закинулся тут про поезд что он сказал мэри бет слышала как один состав с богатенькими пассажирами который проедет через король лет чуть южнее границы штата тебе нужна помощь я не уверен что стоит ли браться за это дело да ладно ночное время суток охранников мало я не все еще продумал значит остановишь поезд данные что если мы смогли бы заставить их остановиться разумеется берем повозку нагружаем чем-нибудь горючим керосином ставим поперек когда они увидят то они будут обязаны остановиться иначе смерть ни один машинист не захочет сгореть заживо это действительно хорошая идея для тебя это действительно хорошая идея по моему у тебя впервые в жизни появилась хорошая идея давай заткнись в случае ты наверное первый человек у которого волк сожрал пол мозга и который от этого стал еще умнее мы его только грабим нам понадобятся патроны оружие мы должны выглядеть очень грозно и еще нам будет нужен динамит чтобы выпустить да я разобуду припас сегодня абигейл посылает меня в город атыры из разыщей керосиновую повозку они регулярно ездят в Валентайне по ту сторону границы к северу хибара обветшала есть одна спрячешься в цистерну где-нибудь рядом с ней что это с тенями происходит появился миг появился миг а а также у повозки съездим давайте к микки сначала он сказал что как нибудь может с ним встретиться и так далее ну и довольно таки да действительно похож это правда где моя любимая лошадь ндреас кормить кормить давненько ты у нас не жрал ешь 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 хорошо давайте еще ну и конечно же погладить ну что ж поехали к микки где он у нас находится говорил что он развел где-то лагерек около стробеля давайте сгоняем туда а пока едем о чем бы нам поговорить что хочет джон марсон опять ограбить какой-то там поезд во второй серии мы грабили один поезд ограбление получилось не совсем так как планировалось но тем не менее ограбление удалось ладно так и быть что у тебя там такое что у тебя там такое меня увозили господи мне нужно лекарство высосать яд это же опасно А лекарства у меня нет Ладно, что? Ну Ладно, хватит ныть Высосать яд И просто интересно, что сейчас будет О, какая гадость Просто не будем никому говорить об этом, окей? Спасли мне жизнь, я перед вами в долгу Да, это точно И мне ничего не стало от этого Удивительно Мне тут больше не нравится Ладно Тебе больше ничего не надо? Тогда я погнал Делов-то Отсосать яд Кошмар какой, бля Ух Короче говоря, вот Так я вам и не рассказал На протяжении многих серий С чего начался сюжет игры Банда дачи Вандерлин Уже довольно долгое время занимается преступностью Однако дач считает себя Что-то вроде Робина Гуда Которые Отбирают деньги у богатых и отдают беду Так Разыскиваемая зона Надо сваливать из нее Наверное штраф надо будет Заплатить потом Надо больше все сбегать И заплатить штраф И короче Ограбление парома Они задумали Ограбление получилось неудачным Зачем-то убил Одну из пассажир Парома В результате чего Напали на банду законники Пришлось сваливать И покинуть свой лагерь И В Колтор Удрать пришлось Там снег Все такое было Ну вы Но вы видели Первую серию Надеюсь Воу-воу-воу Олень Ты че так выскакиваешь Перед дорогой Обалдел что ли Так Тут какой-то лагерек есть А Мика у нас где? В горах где-то обитает Че он отдалился-то от нас? Говорил что Вернется когда Дар найдет Какой дачу Преподнести Ведь тот провинился Мы прибыли Йоу Старикан Микки Как поживаешь? А? Артур Рад тебя видеть Астёвый Тебя снова спасать надо? Нет Я знаю Как тебя отблагодарить План Это как ограбление Парома В Блэк Уотере Да? Или когда ты пошел На разведку И угодил в тюрягу Да? Дач говорила Что ты Большая тень Отбрасывая Маленькие деревья Даже не знаю Что это значит Я думал Что ты решительный Малый А не один Из тех джентльменов Которые боятся Замарать Свою дорожную одежду Да Я просто заметил Что ты Струшиваешь И скрываешь Скатушек Трус Я Значит Ты не поедешь Со мной Чтобы ограбить Банковский дирижак Который ездит Примерно в это время В Строге Я слышал Что один из парней Удрискола Трепался об этом Пока я сидел Поедем вместе На ограбление Да Я так и сказал Не так ли? Ну После вас Вон там Повыше Есть хорошее местечко Оттуда видно Всю толпу Нам никогда Не нравился Старикан Микки В город Сунуться не могу Кроме того Я уже говорил Что не пойду К дачу Пока не смогу Его чем-то задобрить Так Что с этим дирижаком В смысле Я же говорил Он проезжает Тут каждый день Примерно в это время Это все? Я даже не о том Сколько С ним людей Оружий И так далее Не волнуйся Мы справимся Ничего серьезного Я слышал Что банки набирают Всех наемников Отовсюду И чем парлее Тем лучше Ты излишко много Беспокоишься О Ну извини Если сомневаюсь В том Что ты в полу пьяном виде Услышал От одного из адресколов В тюрьме Он не просто Затыкался Об этом Как по мне Это хорошая наводка Эти чертовы Ударисколы Теперь повсюду Мерзавцы Держат Под собой Все Я слыхал Что они Заняли Здоровенный Ранчо Ну ладно От тебя ты лень И нелегкая участь Поднес Ну ты сам знаешь Как оно бывает Парочки незаконченных дел Выпил и все такое Какие незаконченные дела А мало ли какие дела Тебя это не касается Я свою долю плачу Меня касается Ты ставишь нас под удар А мы об этом думаем Когда уже поздно Как в стробе Мне пришлось Перебить полгорода Из-за твоих Драгоценных пушек Драгоценные Они есть Тебе тоже иногда Расслабляться Расслабляться? На моей памяти Ты уже не раз Расслабился Когда терял все границы А ведь ты с нами Уже несколько месяцев Так мы грабим Эти дирижанцы Будем перерекаться А? Да Видимо лучше грабить Но тогда за дело Сразу же достану Наверное Пушку Я помню Что стрелять Точно надо будет Где эта повозка Проезжает здесь Миссия будет Эпичная достаточно Ой-ой-ой-ой От первого лица Не так хорошо видно Куда лошадь идет Да Мик Микка Ты любитель Крабить Так Вот это место Ждем здесь На уступе Да Ну давай Они появятся Совсем скоро Потерпи немного С какой стороны Они едут Должны показаться Оттуда Надо все сделать Быстро Пока они не добрались До города Так Только не теряй головы В этот раз Да Конечно Здоровья Они должны быть С минуты на минуту Гляди Вот они Точно Прям в срок Ну-ка Закрой лицо Вперед Поскакали Йоу Это ограбление Оно немедленно Остановите Дирижанс Блин Подтормаживает Когда народу много Я же выстрелил ему В спину Че он не сдох Сдохните Ублюдки Остался всего один чувак Я по нему попасть хочу Наконец-то Все Сматриваемся отсюда Так Только мы с тобой Тут дорогуша Да Надо отдать им Должное Хоть какое-то Сопротивление Они оказывали Лок За мной Андрес Тоже Давай за мной Гляди-ка Тут отличная Новая винтовка Вот Артур Это тебе от меня Тебе она больше Подходит Чем мне Ну спасибо Друган Ураган А что я говорил Дельцы расплюнуть Не так ли Ну в целом Да Может откроем Прямо сейчас Поглядим Что нам досталось Там может оказаться Столько Что не унести И кто знает Может у нас там На хвосте Вторая Компания Всадников Потом Если мы вернемся С большим кушем И новым Дилижанцем Дач уже не сможет Сказать Что мы Не выполняем Свою работу Да и ведешь Себе иначе Только взять И все равно Не очень А слушай Я знаю У нас сначала С тобой не заладят Ну Я не хотел бы Ссориться с тобой Мне кажется Мы с тобой Очень похожи Чем же Дач знает Что Ты как О погоди Ка нас опять Грабят Давай-ка через реку Твою мать Опять все Залагало Какого Сделала Давай Артур Уходи оттуда Блин Такая эпичная Катсцена Взяла И залагала Хорошая винтовка Это правда Какой дурацкий режим Как он противно Лагает Кому Лагающее Прохождение Нравится Смотреть Думаю Никому Лошадей Лошадей Не убью А вот Вас Точно Переубиваю Всех Блин Такая эпичная Катсцена Взяла Залагала Заряжай Скорее Блин Осторожно Сюда Едет Повозка Все Конец Повозки Не волнуйся Ух Посмотри-ка На этих трусов Они сваливают Ух Теперь будут знать Почему всякий раз Когда я работаю С того И все заканчивается Горой трупов С каких пор Ты стал терзаться Совестью Убиваю Дрисков Ну да Это правильно Пошли Заберем Все Из этого Держанца Нам бы Инструментом Обзавестись Чтобы не стрелять Каждый раз Патроны бы Сэкономили Ну да Они обычно очень Так Где тут Открыть Замок Отлично Сундук Сундучок Открыли Этого должно Уходить О я вижу Это для тебя Сидя в речку Волны Дрисков Какой-то дурацкий ящик По-моему Ух Ты только посмотри И какова моя доля Очень хорошая Только позаботься Чтобы банда Получилась участь Да-да Как я и сказал Большая Тень А это Большая день Это все еще не значит Уходим отсюда Поезжай давай к дачу Только убедись Что за тобой Никто не следит Да, знаю Босс Было весело Более тысячи долларов Офигеть О, проклятие Нас Нас засекли Свидетель скрылся Я его уже не вижу Лучше Сваливать отсюда Поедем Валентайну Крадем цистерну Может быть Свидетеля догнать Успеем А, хрен с ним С свидетелем Просто Удерем Отсюда Побыстрее И все Мы уже выбрались Из-за разыскиваемой Зоны Валентайн Прямо Хорошо Идем Прямо все а вот и валентайн добрались уже довольно таки быстро но я это все равно обрезан опять бездомный ветеран кто-то а вот ты где сидишь а лошадь грязная сейчас почистим мистер я ведь так и не узнал ваше имя вы мне дали слово брат а я даже не спросил ваше имя и сказал тебе микки так и не узнал имя этого парня а ведь ты его больше не видишь и тебе будет грустно когда в тот день час когда умер твой щеночек и все такое так вот у вас есть имя артур зовут меня артур моего дядю звали артур дядя артур так мы его звали потому что у него было такое имя отличное имя сильное как у короля вы не могли бы стать моим королем да могли бы а отличное блин блин предложение угнать повозку будет очень непросто раз уж мы грабанули раз уж мы грабанули стой остановись блин предлагаю расплатиться со штрафами здравствуйте хочу штрафы расплатиться и все штрафы закончились а повозка не в валентайне а здесь где то я думал она в валентайне находится ну ладно тут недалеко вау и вот это прыжок недалеко украдем правда там охранники охранников полно наверное лучше всего это ночью делать ночью охранников меньше о артур хорошо что я нашел тебя они схватили биллы что кто схватил охотники за головами я нашел их лагерь неподалеку билл у них он связан надо с ними разобраться ты со мной надо быть повнимательнее билл ладно буду с тобой так ты нашел его он сказал что пошел на охоту и не вернулся погодите-ка уберу эту метку она нам сейчас точно уже не нужна будет я довольно быстро их выследил они в любую минуту могут собраться и поехать в город чтобы сдать его похоже мы опять под прицелом а как было иначе артур ну да верно и чем на это ответит дач а мне почем знать биллу точно не понравится с ним много проблем и мы это знаем разве могу судить думаю можешь артур давай сначала спасем его шкуру а потом уже будем думать как ее спустить куда куда мы идем то вообще вот это здание необязательное по моему кстати для прохождения не не а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, давай отведем его в город и получим награду. Деньжаты всегда нам вернут. Очень скоро ты окажешься в теплой... Его друзья здесь? Эй, убейте этих подонков. Неужто закончились? Так быстро. Так, где ты? Вот ты где. Да блин, иди ты. Ох, я ваш должник, парни. Да, это уж точно. Ладно, я обратно в лагерь, открою бутылочку и подлечусь немного. Я тоже вернусь в лагерь. Спасибо, Артур. Ух, это было не сложно. Я думал, будет сложнее. Ну что ж, а теперь давайте угоним повозку. Где у нас находится она? Одна из них здесь. А, одна из них проезжает. Ладно, давайте там встретимся. Просто далековато идти. Чик-чик. Ну что, лошадки, пора маршрут сменить. Эй, вы кто такие? Точнее, вы кто? Один. О, блин. Бегом. Будет очень плохо, если они продырявят цистерну. Так, а что вы мне маршрут-то не показываете? Ох, блин, далеко. Ну, надеюсь, доберемся. Ну, в принципе, вот это вот... Получить розыск просто. И угнать транспорт, когда никого рядом нет. Когда его никто не охраняет. Это легче, чем пробираться на тот склад, где я изначально планировал. Там две повозки было. Одна из них, видимо, сюда приехала. Там нам бы пришлось сражаться с целой кучей охранников, и там легко сдохнуть. Вот этот вариант, который я сейчас выбрал. Он лучше. Проще. Так, вот где-то здесь припарковать надо. Возле сгоревшего дома. Давай задним ходом немного. А может так оставить? Нет, не годится. Блин. Ладно, давай задний ход. Они не хотят задом идти, мне... Ну, капец, мне разворачиваться придется. Разворот, разворот. Давай, 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 давай. Дурацкие лошади. Чего вы с задом-то не хотите ехать? Почему нельзя встать спереди? Ну, все, теперь-то точно можно остановиться. Ох, какие текстуры у лошадей, а? Противные. Квадратные. Так. Отправляемся к Джону Марсину. Встретимся у него в лагере. У нас в лагере. Чик-чик. Так, ну что, как дела с ограблением? Мы готовы, нет? Как успехи? Хорошо, у тебя. Я раздавил все, что нужно. Ну, хорошо. Мне кажется, нам понадобится еще один человек. Чарльз. Я схожу за ним. Рядимся у цистерны. Ага. Видишь, Артур? Не такой уж я и дубой. В следующий раз надо, чтобы волки сожрали весь твой мозг. И тогда ты станешь гением. Так, А. Что такое А? Эбигейл? Ладно, давайте выполним еще одно задание, а в следующей серии уже провернем ограбление. Мистер Морган, что у вас произошло с теми, Мэри Глинс? Да, ничего не вышло, мисс Гримша. А ну и к лучшему. Да ну что. Эбигейл? Артур, подойди на минутку. Что? Можно попросить тебя об услуге? Эм, не знаю. Очень смешно. Можешь развлечь Джека? У него подавленный вид. Бедный мальчик. Все эти потрясения. Я че, нянька твоя личная, что ли? Ты ему нравишься, и ты знаешь, что от него, как отцу, впечатлили. Да. Почему бы и нет? Блин, опять эта сигнализация сраная, блин, на улице. Утром была, сейчас опять появилась. Я надеюсь, она не будет весь оставшийся выпуск сигналить. Все, все перестало. Нет, опять за... Вырубите сигнализацию свою, блин. У меня окно плотно закрыто, и все равно все слышно. Чем занят? Играю. Интересно. Ну да. Хочешь со мной на рыбалку? Рыбалку? Да. Ты? Тебе уже начинает... Пора начинать помогать по хозяйству. Ладно. Хорошо. Пошли за удочкой. У тебя ведь есть удочка, да? Конечно. Я для нее дядя хузя сделал. Хорошо. Пойдем наловим рыбу. Ух, нянька и меня устроили, значит, да? Давай. Джек, садись. Ему 4 года всего. Думаю, что он изменит мир. Куда он направляется? Да, вниз, к реке, неподалеку. Нам не следует уходить далеко от лагеря. Вот как? Тебе лучше? Я знаю, что ты был более-немногим. У меня все отлично. Ты храбрый, малый. Совсем как ты. Ну, насчет храбрости не знаю, но давно уже не естя. Хотя твоя мама с этим может не согласиться. Она и еще пара женщин. В смысле? Да, я просто шучу. Последние пару недель посреди снега были не из легких. Мне нравится снег. Да, но не такой. Когда умерли у меня в себе другой лагерь? Тот, что рядом с Лакодром? Ага. Думаю, что никогда. Теперь наш лагерь здесь. По крайней мере сейчас. А что? Я забыл там мои комиксы. Мы так быстро уехали. Я уверен, что тебя купят в другую книгу комиксов. Правда? Когда? Не знаю. Вот неплохое местечко. Порыбачим? Вкуснятины наловим. Так, на берегу прям встанем. Иди за мной. Где моя удочка? Так, селектор предметов. А, вот. Прежде всего нам нужна наживка. Опять нажив... А, наживку еще искать. Я ловлю... На сыр. Как можно более вонючий. Чтобы забросить леску, замахнись удочкой. Так. И... Далеко улетел. Теперь нужно ждать, пока не заклюнет. А как я узнаю, что рыбок? Ну, а если я почувствую, что вверх удочки немного шатается, то значит рыба наклевывается. А если почувствую, что есть сильный рыбок, то, скорее всего, рыба клоуна. Клюнула, точнее. И резко дергай. Далее. Твое... Артур, твое удочку. Есть. Видишь, как трепается? Как... Получается, Джек. Тут надо поосторожнее, иначе леску порвать можно. Так. Оставим. Рыба небольшая, но сгодится. Маленьких лучше выбрасывать. Им надо же отдать шанс подрасти немного, а то они невкусные места. Можно мне отдохнуть от рыбалки? Я хочу кое-что сделать. Ладно, отдохни. Я соберу эти красные цветы и скоро вернусь. Видал, как я забросил, Джек? Есть! Попалась, зараза. Ух! Давай, 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 давай! Ха-ха! Отличная рыбешка. Оставим себе тоже. Еще одну поймать? Я уже устал ловить, на самом деле, но давайте попробуем. Ух, сигналка вроде больше не свистит, ну ладно. Так. На рыбалке скучно. Да, знаю, до чертиков скучно, но можно зато поймать идву. Но ран или... И раны и поздно когда-нибудь везет. Лово хватает на несколько дней. А да? Ну это если повезет до той поры. Сиди и жди. И не дергайся. Это важный урок. Важный? Думаю, да. О, пошло дело. Ух, давай, 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 тяни, тяни, тяни. О, пошло, 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 давай, 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 давай. Много рыбок плавает здесь, давай, 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 давай. Ух, как хорошо пошло. Только рыбки маленькие. Нафиг. Эй, смотри. Что это? Я сделал ожерелье. Ожерелье? Для мамы. Конечно. Какой приятный юноша. В такой затруднительной ситуации. Артур, не так ли? Артур Морган? Вы кто такие? Да, Артур Морган. Самый доверенный помощник Вандерлинде. Ты читал досье? Типичный случай. Пиздомного сиротка увлекли сладкие речи маньяка. А потом сиротка превратилась в кровожадного выродотка. Я агент Милтон. А это агент Росс. Детективное агентство Пинкертона. По доверенности правительства Соединенных Штатов Америки. Приятно познакомиться. Мы многое о вас знаем. Да что ли? Вас разыскивают, мистер Морган. За вашу голову назначена цена в пять тысяч долларов. Пять тысяч долларов? За меня? Могу ли я сам сдаться властям? Нам нужен Вандерлинде. Старик Дач? Я уже не видел его низкомисс. Вот оно что. А вот я слышал, что человек, похожий на него, ограбил поезд. Принадлежащий лимиту Курноулу, недалеко от Гранитного Перевала. Хе, неужели кто-то занимается подобным в наши дни? Выходит, что так. Слушайте. Вот что я вам предлагаю, мистер Морган. Зайдите нам Вандерлинда, и тогда виселица вам не грозит. Даю слово. А мне и так не грозит виселица, агент. Как вас там? Милтон! Видите ли, я не делал ничего дурного. Разве что играл не по вашим правилам. Избавьте меня от ваших дурацких философий. Я их уже наслушался от Мака Каллендера. Мака Каллендера? Мы его уже прилично заткнули, когда добрались до него. Это было, пожалуй, убийство из сострадания. Медленное, но из сострадания. Мне нравится быть игрушкой богатеев. Мне нравится общество. Со всеми его пороками. Такие, как вы, приносят жестокость, и вас ждет жестокая смерть всех вас. Когда-нибудь мы урём один. Да, но кто-то раньше других. Всего доброго, мистер Морган. Пока. Рыбач на здоровье, малец. Пока есть возможность. Кто это были? Да, не важно. Давай-ка соберём вещи и пойдём домой. Джек, уже поздно. Мама будет волноваться. Поехали назад. Надо всё рассказать дачу. Я думал, что это Хозия была, а это... Агенда Пинкертона, блин. Почему ты соврал им про то, где есть дача? Потому что это неприятные люди, и я не хочу, чтобы они причиняли ему бред. А что они сказали про Мака? Он в тюрьме? Нет, не думаю. Надеюсь, что он в порядке, где бы он ни был. Я уже говорю, забудь про них. Мир полон нехороших людей. И у тебя есть мы, чтобы защитить тебя от таких людей. А жерелье, которое ты сделал, оно ещё у тебя, да? Да, у меня. Конечно. Это хорошо. Ну что, понравилось рыбачиться? Да, вроде бы. Слишком долго ждать только приходится. Это точно. Это точно. Вот и вы. Как успехи, мальчики. Здорово, мы поймали рыбу. И я для тебя сделал жерелье. Ох, какая прелесть. Повезло мне с тобой. Ты сказал спасибо, Артур? Ничего, мы здорово провели время. Что-то не так? Ничего. Просто кое-кого повстречал, мне надо переговорить с датчем. Ясно. Эй, ты молодец, парень. Спасибо. У нас проблема. Что? Я встретил кое-кого у реки. Одного типа по имени Милтон и... Забыл, как звали второго. Росс. Милтон и Росс. И... И они работают на детективное агентство Пинкертона. И они знают о поезде и знают, что мы за тобой следили? Нет. Но они знают, что мы где-то поблизости. Им нужен ты, датч. Они предлагали мне свободу в обмен от тебя. И что ж ты не согласился? Ага, очень смешно. Ну и что мы будем делать? Пожалуй, ничего. Пока что. Они, наверное, запугивают нас. Хотят, чтобы мы какую-нибудь глупость сделали. Мы пережили самый трудный период. Мы справились с гор... Нам надо просто пока сохранять спокойствие. Ух, надеюсь, что ты прав. Я уверен, что эти два агента вернутся. Эндрю Милтон и Эдгар Росс. Весьма высокопоставленные члены агентства Пинкертона. Они являются антагонистами в игре и... Будут нас еще преследовать в будущем. Ладно, на этом мы с вами закончим. Довольно длинная серия получилась. Я там, конечно, много чего обрежу, чтобы она не была сильно длинной. В следующей серии мы приступим к ограблению поезда. И там уже где-то будет конец первого сезона. О! Мика здесь! Этой винбаг. Артур, расскажи ему проявленную. Да, че, у меня и в голове это не сдерживается. А Мика еще тупее, чем я. Да, очень смешно, Артур. Он не старый, пердур, блин. Че говорю? Ладно, на этом все. С вас лайков, подписывайся с меня и эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Первый сезон закончится после завершения второй главы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...